Если бы я присуждала награды в стиле бренд года, то наверняка бы я отдала эту награду компании Colourpop, потому что в 2017 они меня просто поражали своими релизами, то, насколько они держат низкими цены и какое качество они при этом предлагают. У меня сейчас передо мной огромное количество всего от Colourpop, я за 2017 год скупила, наверное, большую половину их магазина, поэтому если вы только-только начинаете интересоваться этим брендом, то это видео будет очень вам полезным, потому что здесь я собрала как абсолютные must-have, просто невероятные классные продукты, так и ужасно отвратительные вещи, к которым даже близко не стоит подходить, поэтому давайте приступать. Среди отличников у меня здесь их новый релиз, это только появилось в продаже, это их новые помады из серии Luxe Lipstick. Меня эти помады очень впечатлили, вот действительно после вот этих вот иссушающих губы, превращающих их в пустыню и просто в жопу курицы, когда наносишь вот эту помаду, ощущаешь, что о, наконец-то, вот наконец-то такое маселка на губах. Упаковка очень классная, сама помада тоже очень красивая, то есть эстетически приятно на нее смотреть. По оттенкам я взяла два нюда, у меня это оттенки Эпи и Унамаз, Эпи сейчас на мне, Унамаз был в предыдущем видео, там где я делала полный обзор косметики Анали, вот там на мне Унамаз. Как по мне, то все хорошо с этой помадой, упаковка очень хорошая, я думала сначала, что она будет менее качественная, но она очень тяжелая, она тяжелее Шинели и Диоров вместе взятых, то есть берешь в руки и понимаешь, что это качество. Я думаю, здесь у вас не возникнет сомнения, что это мой фаворит, потому что это средство у меня уже на донышке, и я уже заказала повторно эту же бутылочку, и сейчас вот с нетерпением ее жду. Это фиксирующий спрей Эмбер, вообще они его выпускали как лимитку, но я так поняла, что он настолько понравился покупателям, что они сейчас сделали из него постоянную коллекцию. Я обожаю этот фиксирующий спрей, я всегда его наношу даже не в плане фиксации, для того, чтобы ваши кремовые продукты вместе сплавились с пудрой и превратились в что-то правдоподобное, что похоже на кожу, вот это этот продукт как раз и делает. Тени это, конечно же, тоже огромный фаворит в Colourpop, вы видите, у меня здесь и отдельные рефилы есть, которые я собирала сначала, пока у них не было палеток. Рефилы это просто потрясающая вещь, я не буду здесь останавливаться конкретно на каких-то оттенках, иначе мы с вами 3 часа только об оттенках будем говорить, я вам оставлю свочи, чтобы вы посмотрели самых моих любимых, самых ходовых оттенков, которые я всегда использую. Единственное примечание по поводу рефилов именно матовых, единственное, чего недостает в Colourpop, это холодных оттенков матовых, потому что они все теплые, вот сколько я их не покупала, они вот все просто теплые, поэтому если вы любите холодный макияж в холодных тонах, то вы там, скорее всего, не найдете то, что вы ищете. Что касается палеток, самая удачная палетка, на мой взгляд, именно базовая, то есть если вам нужна палетка, вот которая вот все будет исполнять, но на базовом уровне, я вам советую палетку, которая называется Double Intender, она действительно очень базовая, то есть здесь вы найдете именно то, что вам нужно в плане базовых оттенков, здесь есть и матовые светлые, и транзитные оттенки, и оттенки для затемнения, бронза, и медь, а есть также оттеночек с блестками, он такой чуть попроще, но тем не менее, вот здесь именно собраны базовые оттенки, вот это очень удачная палетка. Если же вам не нужна вот такая вот прям совсем банальщина, и вам нужно что-то поинтереснее, если вы хотите быть в тренде, то для вас палетка Yes, Please. Они ее выпустили первой, и я ее до сих пор считаю очень удачной, но она очень теплая, вот держите это в голове, если вы любите красные или оранжевые макияжи, вот это ваша палетка 100%, здесь все оттенки очень качественные, очень хорошие, но при этом, как бы вы ни старались их соединить, если вы будете пользоваться только этой палеткой, у вас получится либо красный, либо оранжевый макияж. Брови это тоже очень важно, и практически все, что делает Colourpop, мне очень нравится. Как видите, у меня коллекция достаточно внушительная, я люблю их как карандаши, так и помадки для бровей. Что касается карандашей, у них две серии карандашей, я конкретно рекомендую серию, которая называется Brow Boss. Хватает этого карандаша на пару месяцев, где-то на месяца три такого хорошего, нормального использования. Я держу их в таком большом количестве, потому что я их не только на себе использую, но и на моделях, когда делаю им макияж. И что касается помадок для бровей, то здесь просто выбирайте, что вам ближе, потому что помадка для бровей в любом случае брови делают более выразительными. Colourpop изначально выпускали жидкие помады, это то, на чем они прославились. Здесь я сильно долго останавливаться не буду. Что касается разных формул, матовая формула, наверное, на данный момент у них одна из самых неудачных. Я не могу сказать, что она ужасная, она не то, чтобы прям превращает губы в сахару, но она подсушивает. То есть, если вам не нравится вот такой вот сухой эффект, вы уже от него устали, наверное, матовые помады тогда уже не берите. Но если я могу порекомендовать один оттенок, я 100% буду рекомендовать оттенок Arriba. Это матовая серия, но это просто феноменальный оттенок. Это настолько красивый красный, вот когда его наносишь, такое впечатление, что тебе море по колено. Ты готова покорять города, делать успехи в любых профессиях, разбивать сердца мужчинам. Короче говоря, это просто невероятно красивый оттенок красного. Если вам нужен вот такой вот просто сногсшибательный, умопомрачительный красный, то вот он. Что касается самой удачной формулы, то на мой взгляд это сатиновая формула, то есть она называется Ultra Satin Lips. Это тоже по сути матовая помада, но которая не иссушает губы. То есть она все равно на губах выглядит не сатиновой, она в основном выглядит матовой на губах, но при этом она не полностью высыхает так, что у вас просто все морщины подчеркнуты, любые там какие-то недостатки подчеркнуты. Она вот немножко все-таки как недосохшая матовая помада. К сожалению, в этой формуле и у них не настолько широкая линейка, но один из оттенков, который мне особенно нравится, оттенок Алиса. Вот этот оттенок, он такой вот нижнятинка, такой вот просто комфортный, хороший оттенок, для того чтобы нанести под любой в принципе макияж. У меня также есть их формула Ultra Glossily. По сути это просто, я не знаю, блеск для губ, вот по-другому не скажешь. Я не могу сказать, что это глянцевая помада, это просто блеск для губ. Блеск очень комфортный, ничего здесь сказать против я не могу. Если вы ищете блеск, обратите внимание на оттенок, который называется L'Eche Mi. По-моему, это тоже какая-то коллаборация, я точно не уверена. Вот этот нюдовый блеск, который подойдет вот под все. И под красный, и под зеленый, и под нюдовые помады, под какие угодно. А чего я не советую брать, это помады из вот этого Ultra Glossy Lip серии, но с блестками. Вообще, я когда увидела сначала на сайте этот оттенок, я подумала, боже, какая красота, ну это ж так красиво будет выглядеть. Но на самом деле выглядит это отвратительно, это что-то недометаллик какой-то на губах, который превращает вашу помаду вот именно вот что-то такое, как бы с намеком на металлик, но выглядит это отвратительно. Праймеры в виде спрея. Мне очень нравился этот праймер, то есть вы видите, я в принципе довольно много его использовала, но на зиму он не подходит. И именно из-за этого я его сейчас отложила и оставила ближе уже к лету, потому что когда летом будет жарко, вот это именно такой мист освежения, наверняка будет очень в тему. Но сейчас на данный момент мне недостаточно увлажнения, которые дает этот праймер. Также не слишком сильно я впечатлилась бальзамами для губ. У меня это конкретно из линейки Amber. Я не могу сказать, что он плохой, но вот у него есть вот этот дурацкий оттенок, который мне часто мешает. Вот если бы он был просто прозрачный, мне кажется, он бы мне понравился больше. Я долгое время очень любила их помады Lippy Sticks, но так как сейчас они обновили эту линейку и выпустили помады Luxe Lipstick, которые я вам показывала в самом начале, я считаю, что Luxe Lipstick более, наверное, актуальные помады, нежели вот эти. Вот эти уже немножко больше устарели. Они тоже неплохие, в целом нормальные, ничего с ними там ужасного не происходит. Но все-таки если выбирать между новой формулой и вот этой, то я бы, наверное, новую формулу рекомендовала. Эти по характеристикам абсолютно такие же. Просто комфортная такая сливочная, увлажняющая помада. И единственное, здесь упаковка немножко другая, то есть они в форме вот таких вот ручек. Вы выкручиваете, тут маленький такой стержень. Если вы в Luxe Lipstick не найдете то, что вы можете найти здесь, то покупаете это и наоборот. Еще один продукт, который, в принципе, очень хороший по своему качеству, но тоже немножко уже морально устарел, это их тени вот такие вот в шайбочках. Они называются Super Shock Shadow. И они неплохие. Вот как бы в целом тоже, опять-таки, я не могу сказать, что они какие-то ужасные. Но из-за того, что у них появились уже аэрофилы теней, там металлики вообще не хуже, чем вот эти. А вот эти все-таки и хранить неудобно. То есть они занимают кучу места. Вот эта вот шайба одна, огромное количество пространства занимает. Я редко ими пользуюсь. В основном я бы советовала, если вы хотите что-то такое купить, то выберите какой-то оттенок именно для какого-то спецэффекта. И помимо этого наносить эти тени лучше всего только пальцем, иначе они не передают вот это вот свое волшебное такое вот сияние. Это тоже как бы нравится, не нравится, судите сами. Мене удачная линейка карандашей для бровей. У них это вот эта более старая линейка, которая просто называется Brow Pencil. Я когда-то ими пользовалась, тоже у меня их было достаточно много. Эти карандаши более жирные. То есть когда начинаешь рисовать, то этот карандаш как-то аж вот так вот липнет к коже. Иногда, возможно, это даже плюс. Brow Boss намного более сухие. То есть там, когда рисуешь, он рисует именно такие вот как черточки. А вот этот немножко более жирные полосы за собой оставляет. Но при этом вот этот лучше наполняет тело брови. То есть если вам нужно прям вот сделать что-то среднее между карандашом и помадкой для бровей, возможно, вот этот вам понравится больше. Карандаши для губ опять-таки очень неплохие, но карандашей для губ такого же качества или приблизительно такого же качества полно. во всех марках. И что мне не нравится в этих карандашах, это то, что у них неудачная вот эта упаковка. Упаковка сама, сама основа карандаша это пластик. И видимо в этом пластике вот эта формула, которая более кремовая. Эти карандаши, они не твердые. Они именно такие более кремовые и скользящие по губам. И видимо из-за того, что вот этот пластик, он не имеет сцепления с этой кремовой формулой, они могут делать вот так. Ну то есть как бы разного рода палетки для лица. У них тоже достаточно неплохие, но здесь нужно осторожно подбирать оттенки. Если оттенки вам подходят, 100% можете брать. Те, которые... у меня две палетки есть. Первая называется Double Play. Я не знаю, она выпускается или нет. Вполне возможно, что выпускается. Сейчас на мне вот этот вот бронзер. И бронзер этот однозначно летний. Он рыжеват. И для зимы, возможно, не очень хорошо подходит. Сейчас я, конечно, это все растушевала, там затушевала, чтобы это выглядело презентабельно и прилично. А что касается хайлайтера, он очень металлический. Вот прям очень-очень металлический. Если вам нравятся супер металлики на щеках или там, куда вы наносите хайлайтер, то вам он понравится. Еще у меня есть лимитка. Это с Sony Yesman была выпущена палетка. Здесь вот сейчас я использовала вот этот хайлайтер. Это хайлайтер из формулы Super Shock. То есть вот точно такая же формула, как вот этих теней в шайбочке. Хайлайтер очень красивый. Вот он именно такой вот натуральный. Тоже очень хорошо сливается с кожей. Не выглядит сверху чем-то нанесенным искусственно. То есть создает именно такое вот, как свечение изнутри. Очень красивое. Теперь мы заходим на отвратительную территорию. Здесь немного продукции. Но все-таки у меня, знаете, когда я попользовалась какое-то время этой продукцией, и зная, насколько круто Colourpop может делать косметику, у меня всегда возникает вопрос, ну как? Как вообще это можно было выпустить на рынок? Ну каким образом это вообще выпускалось? Первое место по отвратительности и омерзительности просто занимает их линейка теней, которая называется Supernova. Это просто какой-то кошмар. Я настолько ужасных теней в своей жизни, наверное, никогда не пробовала. Как это нанести на глаза, для меня остается загадкой. Потому что если начинаешь наносить именно с аппликатора, вот так вот аккуратненько, это наносится комками. И причем в одних местах это комки, а в других местах это залысины. Окей, хорошо, ладно, тогда может быть я нанесу на палитру и потом нанесу кистью, как бы подтушую. Нет, нифига, оно так не наносится. Оно вообще, опять-таки, липнет где-то комками, где-то вообще не хочет приставать к коже век. Они просто хотят засохнуть какой-то пляшивой фольгой у вас на веки. А когда, вот самое классное, когда вы начинаете растушевывать и подтушевывать края, даже не тени вот именно в основе своей, а края для того, чтобы вот именно плавный был переход между металликом и каким-то матовым оттенком, они просто осыпаются, вот они просто начинают сыпаться, как с усальным золотом по всему лицу. Это, я не знаю, это настолько отвратительный продукт, что я даже не ожидала, что Colourpop могут вообще такое запрувить и сказать, пускаем в производство. Второе место за отвратительность и, более того, подлость, получает вот этот вот жидкий хайлайтер из линейки Amber. Я специально вот сейчас вот его не трогала где-то сутки, чтобы вы посмотрели, что он расслаивается. Ну ладно, еще расслаивается, это еще полбеды, потому что, в принципе, если есть масляная и водная основа, часто продукты расслаиваются, и если ее взболтать, то все нормально, как бы ими можно пользоваться. Здесь тоже, если я сейчас вот быстренько взболтаю, то станет однородная текстура, и вроде бы как все в баночке, все прекрасно и замечательно, но этот продукт очень действительно подлый. Как только этот хайлайтер я получила и начала использовать, он мне показался уникальным. Вот действительно потрясающим, уникальным продуктом. Это было очень такое тоненькое маслице, которое незаменимо было в макияже в стиле нюд, потому что это маслице потрясающе ложилось и поверх какой-то косметики, и также практически на голую кожу создавало потрясающий эффект именно такого влажного, красивого, рекламного такого вот, знаете, сияния. Очень классный был продукт, но со временем, где-то через месяцок, он начал густеть, и он начал превращаться в что-то такое вот как взбитые сливки, но при этом которые испортились. Вот они полежали полгодика у вас в холодильнике, и вот бе-стали просто. Очень мне тоже не понравилась их линейка консилеров, которая называется No Filter Concealer. Очень сухой этот консилер, если вы планируете наносить его под глаза, это будет ужасно, подчеркнется все, о чем вы даже не подозревали, что у вас есть под глазами, вы себя почувствуете на 20 лет старше, чем вы являетесь. Если вы хотите это использовать, чтобы перекрывать какие-то недостатки на лице, не знаю, опять-таки, как-то он растушевывается, когда пытаешься его растушевать, он тоже как уходит, стушевывается, то есть он не остается именно таким плотным пигментом на коже. Ну вот не знаю, не нравится мне этот консилер, пускай он стоит там, сколько он стоит, 5 или 6 долларов, но за 5 или 6 долларов, в принципе, можно купить другие консилеры, в том же там, не знаю, L'Oreal, там может быть 7 долларов будет стоить консилер, но при этом он будет лучше, чем вот этот, поэтому вот этот я не советую, даже учитывая его небольшую стоимость. Карандаши для глаз мне тоже не понравились, опять-таки, из-за той же фигни, которая происходит с карандашами для губ, из-за того, что они в пластике, они все делают вот так, то есть грифель остается отдельно от самого карандаша, оттенок хороший, стойкость, в принципе, неплохая, хорошо он рисует по слизистой, ну вот все именно с формулой карандаша хорошо, но упаковку однозначно нужно изменить, нужно улучшить или изменить на дерево, я не знаю, что с ней сделать, что с ней придумать. И последнее, что я, к сожалению, не могу вам советовать, и это мое огромное разочарование, это палетка, которая называется All I See Is Magic. Я когда ее только увидела в интернете, я подумала, блин, какая она красивая, как она отличается от повального большинства вот этих вот теплых палеток, потому что здесь есть и холодные оттенки, и какие-то более интересные оттенки, и мне показалось, вот она просто какая-то вот очень интересная сама по себе, здесь сочетание оттенков такое классное, но реально хороших оттенков здесь практически нет. Здесь есть умопомрачительно классный оттенок, вот этот вот, он такой вот как черненая бронза, вот что-то такое, очень красивый оттенок. Тоже здесь классный вот этот золотой оттенок, и все, вот просто все. Вот эти матовые оттенки, да, они неплохие, то есть матовая формула у Colourpop хорошо удается, в принципе они нормальные, но для того, чтобы сделать полноценный макияж, мне этого недостаточно, потому что самый темный здесь это вот этот, а он в принципе, ну средний, он не темный. Металлики здесь очень странные, вот этот жутко осыпается, вот этот какой-то некрасивый, вот этот вот, как он красиво выглядит в палетке, но он превращается в какую-то грязь, когда начинаешь его тушевать, вот этот зеленый полностью уходит и осыпается, и остается что-то грязное, болотное, непонятно отвратительно какое, просто мерзко, он тушуется абсолютно, вот этот ужасно осыпается, поэтому эта палетка вообще одна из, наверное, самых неудачных вообще в принципе в Colourpop, поэтому при всем изобилии у них именно хороших теней и палеток, я вам просто не могу это рекомендовать, потому что если вы это купите, вы можете подумать, что все остальные тоже такие, а все остальные далеко не такие. Ну что ж, у меня все, я очень надеюсь, что это видео было для вас полезным, если вы никогда у Colourpop ничего не заказывали, у них от 50 долларов бесплатная международная доставка, и от 30 долларов бесплатная доставка по США, можно заказать куда угодно эту косметику, многие меня спрашивают, где это можно купить в каком-то определенном городе, но официально Colourpop представлен только на официальном сайте, я это все покупала на официальном сайте, никто мне это не присылал ни на обзор, ни как там не оплачивал, ни спонсировал это видео, все это куплено за мои личные деньги, и я решила с вами поделиться опытом, потому что действительно я много чего перепробовала, очень много действительно классных, обалденных просто продуктов, но есть и какие-то такие себе, которые лучше от них держаться подальше. Перед уходом не забудьте подписаться на мой канал, это можно сделать вот здесь вот, и можете также посмотреть другие мои видео, а у меня на этом все, мы с вами увидимся в следующих моих видео.